Здравствуйте, дорогие мытищенцы! Я рад вас приветствовать в программе 13 минут с генеральным продюсером. И гостью сегодняшней моей программы Валентина Осиповна Пакина, руководитель фонда «Надежда». Здравствуйте, Валентина Осиповна! Я очень признателен. Такой традиционный сувенир от нашей программы – набор мытищенских магнитов с нашей местной символикой на память вашему прекрасному центру. Очень хорошо, спасибо, спасибо. Могли бы мы пройти, посмотреть, познакомиться с вашим... Да, да мы отсюда начать, наверное. Валентина Осиповна Пакина. По образованию техник-строитель, 30 лет проработала в сфере строительства Мытищенского района. С 1997 года возглавляет фонд помощи детям и подросткам-инвалидам «Надежда». Награждена федеральными, региональными и местными наградами. Ветеран труда. Основной заслугой фонда считают то, что удалось объединить детей и семьи детей-инвалидов в районе. Замужем, дочь. Семья не только поддерживает, но и помогает Валентине Осиповне. По характеру она человек спокойный, никогда не спорит, но всегда добивается результата. Валентина Осиповна, вашему фонду больше 20 лет. Чем занимается ваша организация? Ну, фонд «Надежда», конечно, старается очень много делать культурных мероприятий. У нас традиционно, разумеется, декады инвалидов. Мы называем его «Праздник Надежды», на котором у нас как раз Виктор Сергеевич был, он его фотографии в этот раз, он у нас впервые был, и на елке был потом еще. Новогодняя елка – это специально для детей-инвалидов, потому что это их семьи. Дети одни инвалиды не приходят, они приходят с родителями, с сестренками, братишками приходят. И получается полный зал. И опять администрация тогда заказала нам специально цирковое представление, что детям не надо выезжать в Москву, а мы тищих на праздники посмотрели прекрасное цирковое представление. Артисты циркови «Надского». Это было все оплачено администрацией. Ну и стараемся, вот, День защиты детей, это тоже у нас традиционный праздник, и мы его проводим тоже довольно-таки значимо. Вот, буквально недавно, 22-го числа, у меня вот имеется даже билет, вот такой, да, мы ездили. Вот, 22-го числа – это сольный концерт театра студии «Непоседы». Вот, а на следующий день мы были уже взрослые дети, тоже там же. Это в России, в концертном зале России, в Лужниках. То есть была организована поездка детей-инвалидов на эти мероприятия. Это мероприятие. 22-го ездило 60 человек, вот сразу же на следующий день был. Это прекрасный, шикарный, ежегодный бывает. В прошлом году было 10, в этом году 11, это я программа «Взрослые дети». Там участвуют не только дети, но и звезды эстрады. Нам выделили бесплатно 80 билетов. 1 июня. А вот 1 июня мы поедем. Значит, нам выделил, опять по нашей просьбе, агентство, то есть это российский детский фонд. Вот они у меня лежат, 30 билетов. Билеты какие-то необыкновенные, билеты в театр вот такие простые. У нас молодежный театр будет, который мы будем там смотреть. Молодежный театр «Принцы Нищи». Да, «Принцы Нищи». Что делается в перерывах между праздниками? Между праздниками? Ну, между праздниками мы, значит, с детьми занимаемся. Вот. Занятие, конечно, фактически фонд не может содержать никаких, потому что денег у фонда нет. У нас взносы от одного ребенка 100 рублей. Это мы набираем, и то все не сдают из 500 человек. Если там 350 задут, это хорошо. Значит, 35 тысяч. Но мы ничего не платим, кроем телефоны. У нас бесплатная аренда. Это опять администрация заслуга. Они есть постановление, что нам бесплатно дается помещение. И ремонт сделаем бесплатно. Вот. Поэтому мы стараемся находить людей, которые инициаторы. Вот сейчас мамы изъявили наши желания. Мы недавно занимались. В декабре и январе у нас от детского ордена милосердия, в Москве есть такая организация, тоже выделяли нам преподавателей бесплатно, потому что у них шла такая акция, значит, школа человечности. Вот. И с фруктами, из фруктов делали поделки. Например, из апельсин корзиночки. Но они вот не сохраняются. Это вещи портящие, к сожалению. Из банана такую лодку красивую очень делали. То есть с ребятами занимаются. Занимаются. Проводят мастер-классы, говорят современным языком. И я, осматривая ваше помещение, понял, что ребята, в принципе, еще любят здесь собираться, попить чаю, пообщаться. Да, да, да. Для ребят-инвалидов, наверное, очень важно вот это общение. Очень, да. Возможность где-то встретиться. Да, это очень важно, конечно. Вы сказали, что порядка 500 ребятишек входят в вашу организацию, в фонд. Наверняка это не все дети-инвалиды, которые есть в районе, но большая часть. Нет, большинство, да, не все. Некоторые не хотят, чтобы они их знали. Но, тем не менее, количество достаточно серьезное. Да, проблема социальная и острая. В принципе, как вы можете оценить работу районных властей, других структур на территории Матичинского района? Оказывается ли реально регулярная поддержка? Я вот хочу сказать, когда у нас проходят такие новогодние праздники, праздник надежды, у меня, ну, сейчас уже постарше стало, а приезжала иногда сестра из Дмитровского района, я сама оттуда родом. И она говорила, у нас, что-то я даже не слышала таких, а у ней внучка была, ну, как она, опекун внучки, потому что мамы с папой нет, и она говорит, ну, что вы куда-нибудь, нас пригласили на какие-то такие мероприятия? Нет, она просто восторгалась. И всегда эти праздники сопровождаются обязательно подарками. Значит, администрация района, на деньги, вот, средства районных депутатов, вот, они выделяют средства, по нашей просьбе мы пишем им письма, и они у нас собираются в течение года, и на праздник мы покупаем на них, на их средства подарки. И все уходят с правительством таким подарком. Тогда и фрукты, и соки, и все бывает. Ну, самое главное, создается так называемая безбарьерная среда, в которой ребята могут действительно собираться, общаться, передвигаться. Ну, вот в мытищах есть и светофоры специализированные, и пандусы начинают устанавливаться. Да, да, да. На нашем празднике всегда присутствует кто-то от администрации. Ну, начальник отдела специальной политики Наталья Валерьевна Тарагрияна, она всегда, она участвует и в подготовке. У нас праздник проходит очень интересно, потому что дети, когда приходят, им с ними начинают там заниматься, и все такое самое. Или когда вот елка, сначала у елки, как говорится, праздник, а потом уже в зале. Вот, поэтому, а когда праздник надежды, у нас это чаепитие. Мы заказываем пирожки, опять администрация заказывает пирожки, чай нам привозят, и наши же, вот, старшие по участку, а у меня их 17 человек, вот, потому что разных там, Леонидовки, на Олимпийском проспекте, на Любелейной, там, на Уматищинском, две даже. Вот, потому что они вот помогают, раздают эти пирожки детям, чаем угощаем и так далее. А сельская территория как-то охлаждена? А сельская, да. У нас всегда на праздники из Пирогова, вот, отдел специальной политики заказывает в администрации района транспорт, оттуда привозят людей, и не только там, не то, что там с колясками, всех привозят. А вот, как его, Марфинский, где Балакирев, вот оттуда выделяют, на праздники привозят детей. Скажите, пожалуйста, в районе существует координационный совет по делам и по решению проблем инвалидов. Этот орган вообще работающий приносит какую-то пользу? Или просто на бумаге числится? Нет, не на бумаге. Мы собирались координационным советом, решали проблемы, но, правда, тогда были вопросы такие, трудоустройства. Нам как-то это не очень-то самое. Дети, можно сказать, ну, некто и требуется трудоустройство, но почти не трудоустроится, как говорится. Ну, и спортом занятия. А спортом тоже очень мало, потому что дети инвалиды, они даже в школах, которые ходят с нормальным интеллектом, они освобождены от занятий спортом. Мы обращаемся много к Надежде Михайловне, очень много. И я участвую в этом, в комиссии по оказанию материальной помощи. Так что каждый четверг мы с Надеждой Михайловной видимся. Пообщаться. В общем, какими просьбами не обращались, никто нам не отказывает. Каким-то образом летний отдых детей инвалидов. Вы понимаете, из местного бюджета через отдел по социальной политике, вот РГН Наталья Валерьевна и Нина Ивановна Савицкая там конкретно занимаются, выделяются ежегодно какие-то средства. И в прошлом году 26 семьи ездило. В этом году поедут 15 в Анапу и 5 в Юсентуки поедут. И в июне с 15-го числа уже едут. Это ценно, что именно администрация нашла деньги, чтобы средства найти в летний период, когда мамам удобно. То есть это ежегодная работа, когда районная администрация выделяет путевки больше 20-ти обычно. В прошлом году и в июле, и августе были. Для ребят инвалидов. Конечно, наверное, всем ежегодно не в состоянии оплатить. Но каким-то образом по очереди ребята могут вот эту игру получить. В общем, недовольных нет. Все очень в восторге. Скажите, пожалуйста, но все-таки проблемы какие сохраняются? Какие проблемы, на ваш взгляд, нужно решать сейчас в первую очередь? В отношении именно защиты ребят вот этой категории. Ну, все-таки надо, конечно, им нужно все везде общение. Но я хочу сказать, по нашей инициативе фонда «Надежда», МСОУ, это Маттищинское специализированное управление, которое при народном образовании находится, инициаторы были мы. Чтобы даже научиться вот такие, например, поделки делать, их же можно потом даже продавать. Или даже подарить кому-то, подругам, кому-то, там, семье и так далее. Это очень много значит. Эта бабочка сделана из теста. Делает Кристина. Раскрашивает Настя. Высыхает тесто, и получается такая форма, которую можно вот раскрасить. А то получается вот такая, если конечный результат. А можно поселены, я так вижу, тут гречи, перчик, пшено, бабочки, цветочки. Очень красиво. А главное, что девочки могут украсить и себя, и сделать вот такие красные предметы интерьера. Я думаю, вот такую картину в любой семье сразу же повесили бы на кухне, например. Поскольку мы с вами разговариваем в канун праздника Дня защиты детей, хотелось бы услышать ваши пожелания и детям, и взрослым в честь этого праздника. И взрослым, и детям, конечно, говорят, не только в День защиты детей. Всегда дети должны быть защищены родителями. И всем я желаю крепкого-крепкого здоровья. Это очень нужно. Здоровье будет, значит, все будет. Но я считаю, что вот наши мамы, они не унывающие. В этой ситуации действительно очень важно сохранить оптимизм. Спасибо вам, Валентина Осьминова, за ваш оптимизм, за ваше участие, за то, что вы действительно делаете большую общественную работу. Поэтому желаю удачи вам, вашему фонду. Здоровья и счастья детям. А с вами, дорогие зрители, я прощаюсь ровно на неделю. Встретимся, как обычно, в субботу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин